Я могу говорить за всех тех, кого я вижу здесь в городах России, которые с бородами, пьяные, гулящие, матерящиеся, обезьяны чуть ли на стены не лезут. Что думаешь про поднятие темы свадебных церемоний в Чечне? Салах Межиев и Айшат Кадырова дали инструкции, как надо их проводить. Слушайте, это такой позор. Ну а мы с вами начнем этот эфир по традиции, теперь уже с курса повышения квалификации для военных, задействованных сегодня в боевых действиях в Украине с обеих сторон, с российской и с украинской. Мы посредством великого полководца Рамзана Ахматовича Кадырова научим их ведению боевых действий. Если мы в прошлом эфире показывали тактику, стратегию по обороне, по атаке, как прикрывать своего товарища, как правильно выстраивать их на позиции, то сейчас мы покажем, как правильно вести огонь и стрелкового оружия автомата Калашникова и с глушителем. Смотрим и, во-первых, наслаждаемся и получаем урок. Смотрим и, во-вторых, наслаждаемся и получаем урок. Кадырова колоссальную пользу. Вы видели, как нужно держать автомат, как нужно из него стрелять. Желательно вообще все это делать под какую-нибудь мелодию, нашить любую музыку. Рамштайн можете поставить, под Рамштайн тоже неплохо стреляется. Кадыров предпочитает всякого рода такие нашиты. Я надеюсь, что к следующему моему эфиру, в четвергу, Кадыров снимет какой-нибудь новый урок по владению, может быть гаубицами, может танком, может системами залпового огня, может хайморсами научат нас стрелять. В общем, ждите следующих эфиров. Томсо, все кайфарики Европы топят за тебя. Показучные праведники из-за своего комплекса завидуют тебе. Поэтому и как подобает женщинам сплетничают про тебя. То, что кайфарики топят за меня, это серьезная поддержка. Я думаю, это из-за того, что мы очень часто поднимаем вопросы легалайза на территории Чечения. И, наверное, поэтому они решили, что это наш чувак. Не нужно отвечать этим рабам, почему тот или иной не идет на джума-намаз. Они не дают ответ на вопрос, почему их хозяин придумывает аяты из Корана. Иллюзионист, прием. А я и не отвечал им, брат. Это я просто рассказывал нашим зрителям о том, почему их это так беспокоит. Это был не ответ им. Они-то, в принципе, не задают этот вопрос в надежде на ответ. То есть, это же не интересуются они, типа, объясните, почему они не говорят. Это они, типа, упрек такое делают. А мы просто разъясняем, почему этот вопрос их вообще, в принципе, ловнут. Вы говорили, что чеченцы в СССР находились в таком же положении, как и евреи в Третьем Рейхе. Разве в СССР существовали лагеря смерти с газовыми камерами? Скажите, где СССР организовал газовые камеры? Да, существовали. ГУЛАГ. Там, правда, не с помощью газа, с помощью пыток, нечеловеческих условий, нечеловеческого труда. По-другому убивали просто людей, но убивали также. Да, существовало. И нас, чеченцев, ингушей, дагестанцев, в общем, кавказцев, нас просто жестко отправляли в эти ГУЛАГи. Просто за то, что мы исповедовали свою религию. За то, что ты что, там, веришь в Бога, что ли? Ты молишься, что ли? А ну-ка, давай. Сколько вы знаете, у нас отцов, дедов просто пропало без вести в этих лагерях. Были расстреляны, погибли по дороге, высылку. Знаете, сколько? Да, было. Что думаешь про поднятие темы свадебных церемоний в Чечне? Салах, Межиев и Айшат Кадырова дали инструкции, как надо их проводить. Слушайте, это такой позор, на самом деле, когда они об этом говорят. Они являются, как это сказать, проводниками всего нечестия на территории республики. Вот вся та грязь, которая у нас происходит и происходила, вся она происходит по их инициативе, по их поддержке, по их непосредственной организации. Вот эти концерты всяких Тимотей, Бузов и прочих, всякие грязные вечеринки в форматах Лоузер и так далее. Это все, сколько мы можем показать, демонстрировать, как Кадыров в танцах обнимается и так далее. Сколько всего этого. И потом они садятся и начинают учить народ нашим обычаям, традициям. Это смешно. Но я вообще в эту, честно говоря, не вникал. Я не знаю, что там, к чему именно они там притрались, какие они дали инструкции. Но в целом от этих людей слушать что-то подобное про чеченские обычаи, про чеченские традиции, про ислам. Это как, я не знаю, от представительницы древней профессии слушать про мораль какую-то, лекцию. Понимаете, это настолько же абсурдно. На границе Сербии и Косово начался военный конфликт. Видимо, Россия сподвигла сербов на очередную войну. Сербия друг России, а Косово хочет в ЕС и НАТО. Ничего не напоминает? Напоминает? Вообще, сербы, сегодня я смотрел репортаж оттуда, по-моему, на Еваньюс, если не ошибаюсь. Там практически поголовная поддержка России в этой войне. Практически поголовная. Настолько сербы прошиты вот этой темой. И они все просто отвечают как по методичке, как будто бы они смотрят первый и второй НТВ. Представляете? Они говорят там про нацистов, что вот эта борьба идет с нацистами, правильно, мол, надо этот фашизм, нацизм уничтожать. Их спрашивают, а где вы? Кто вам сказал? Они говорят, ну, YouTube, по телевизору, мол. То есть там очень серьезная вот эта вот пророссийская пропаганда, братство реальное России с сербами. Многие отвечают очень любим, типа, русских, Россию. Так что Сербия, да, это такой филиал России в Европе. Как ты думаешь, после того, как Ичкерия станет независимой, сможем ли мы без кровопролития установить выбор нашего лидера? Алейкум ассалям, я не умею, конечно, ничего предсказывать, но я сто процентов убежден, что мы это можем. Но возможно ли такой сценарий, где у нас, может быть, будут какие-то внутренние проблемы? Ну, такое тоже возможно. Все возможно. Но наша с вами задача, это сегодня сделать все возможное, чтобы завтра не подойти вот к этому, к внутреннему кровопролитию. Сегодня уже надо предпринимать все необходимые действия. Ты свидетельный ли большой отток молодых из Чечни в российские регионы? Ты касался такой темы, но не освещал подробно. Считаешь ли это большой проблемой? Спасибо. Слушайте, честно говоря, сейчас, так как я уже давно не живу в республике, мне сложно говорить про масштабы этого оттока. Но когда я был дома, это не было такой фатальной проблемой. То есть, ну наоборот, если кто-то куда-то выезжает и где-то за пределами республики становится успешен, то это воспринималось нормально. Какова там сейчас эта ситуация, я не знаю, потому что после начала украинской войны в Украине и наложения колоссальных этих санкций на Россию, там, конечно, экономически произошли очень серьезные перемены. И вот в этой ситуации сейчас, как обстоят дела с оттоком, я, честно говоря, не могу пока ничего сказать. Нормально живут там у вас в Польше? Можно зарабатывать на жилье там? Не знаю насчет Польши. Я не живу в Польше, я живу в Швеции. Здесь, ну, живут здесь неплохо. В связи с войной здесь тоже произошли определенные изменения. Они вообще в целом по Европе цены выросли значительно, причем, ну, практически на все. На продукты, на питание, на жилье, на все выросли цены. Но это, конечно, не фатально. То есть, это не так, как в России, знаете, цены растут, а зарплаты остаются. Здесь все-таки государство как-то эти моменты контролирует. Что касается работы и так далее, но здесь я, конечно, не помощник, потому что я, ну, у меня такое положение, что я не работаю, поэтому это надо поинтересоваться у других. Расскажи, как в Грозном бороться с невоспитанными туристами и как избавиться от этой проблемы на Кавказе. Твое мнение. А есть такая проблема в Чечне, в Грозном? Я не слышал, что у нас есть такая проблема. По-моему, человек, большинство людей, которые приезжают куда-то, моментально как-то ориентируются. Вообще, давайте определимся вот с чем. Большинство людей в своей основе, они как бы нормальные. Плохие, вот эти вот невоспитанные и так далее люди, это как правило меньшинство. Поэтому, даже если какие-то там приезжают люди и ведут себя как-то неправильно, ну, есть специальные службы, которые объясняют, ставят их на место. Если они нарушают закон, то их привлекают к ответственности. По крайней мере, так должно быть в нормальных странах. Я могу говорить за всех тех, кого я вижу здесь в городах России, которые с бородами, пьяные, гулящие, матерящиеся, обезьяны чуть ли на стены не лезут. Это очень плохо. Ты описываешь, по-моему, среднестатистического жителя российской глубинки. Обросший такой, пьяный, матерящийся, куда-то лезущий. Ну, что поделаешь, ну, такая страна. Субтитры создавал DimaTorzok